Здравствуйте! В эфире новости в студии Мариакондиос и в начале выпуска коротко о некоторых темах. Там наша информация, что таких сценарий по России всего три. Обучение по симулятору студенты технического нефтегазового института САГУ получили в подарок японский тренажер. Самая интересная станция, наверное, будет разборка, сборка автомата. К бою готов. Соревнования школьников Родине служить почетно прошли в Южно-Сахалинске. Без нас не было бы тебя. Вот главное наше преимущество. Потому что вот это вот похоже сейчас на современную каску. На других посмотреть и себя показать в дальнем некоммерческой организации Сахалина рассказали о своей работе жителям села. Жележки 20 рублей, печенюшки 10 рублей. Где же вы такие цены-то видели? Почти бесплатно. Добрые сердца в детсаду «Светлячок» провели благотворительную ярмарку. Музыка как образ жизни. Сахалинский джазмен Владимир Кендинов отметил 70-летний юбилей. 17-летнюю девушку в минувшее воскресенье нашли мертвой в одной из гостиниц Южно-Сахалинска. По факту обнаружения в одной из гостиниц города тело 17-летней девочки без признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти ребенка. Свою проверку по факту смерти несовершеннолетней организовали в региональной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства по ее итогам примут меры реагирования, а заодно дадут правовую оценку работы органов системы профилактики. В техническом нефтегазовом институте САГУ появилась новая учебная лаборатория. Японская корпорация Якогава Электрикс передала университету современные тренажеры. Они предназначены для обучения специалистов по работе с автоматизированными системами. Благодаря обновленной технической базе в институте откроется новый профиль, который можно будет выбрать уже в следующем году. Евгений Коньков с подробностями. Из емкости А в емкость Б новая лаборатория, представленная в одной из аудиторий технического нефтегазового института САГУ, сразу притянула к себе внимание студентов. Виктор Симерин еще только разбирается с новым устройством. Симулятор учит управлять автоматизированными системами. Наша информация, что таких стендов по России всего три. Точно не помню где два основных, но один у нас. Он служит для того, чтобы студенты более подробно изучали принцип работы с контрольно-измерительными приборами, ну как минимум. Образовательный стенд-тренажер бесплатно предоставила японская компания Якогава Электрик. Дело в том, что партнеры Сахалинского госуниверситета, крупные нефтегазовые и энергетические компании давно просят открыть такое направление, как автоматизированные системы управления технологическими процессами. Любая емкость является в химической отрасли, в нефтехимической отрасли, в нефтепеработке источником повышенной опасности. Соответственно, вот эти стандартные навыки алгоритмического написания, использования алгоритмических языков, они необходимы. На открытие новой лаборатории приехал губернатор. Оборудование отвечает актуальным запросам островной экономики, считает Валерий Лимаренко. Это создание новых рабочих мест для сахалинских студентов с гарантированной высокой оплатой труда. Создание новых рабочих мест для наших детей, для наших студентов. Потому что мы хотим, чтобы наши дети оставались на Сахалине. Чтобы они работали на высокооплачиваемых, высокооплалицированных рабочих местах. А второй фактор – это конкурентоспособность тех компаний, которые находятся на Сахалине. Сейчас промышленная автоматизация играет главную роль в нефтегазовой и энергетической сферах. Благодаря решениям международных компаний, заказчики приобретают оборудование и снижают издержки в своей отрасли. Новая лаборатория предназначена для студентов из числа нефтяников, энергетиков и политехнического колледжа СахГУ, где обучают по тем же профилям. Мы планируем, что на ученом совете нашего Сахаринского государственного университета в конце сентября мы утвердим эти программы. И уже с 1 сентября следующего, 2022 года, мы начнем набор студентов на бюджетные места, на бесплатные места и начнем готовить специалистов. В планах оснастить комплекс дополнительными тренажерами. Кроме того, компания «Йокагава Электрикс» уже провела профильное обучение для преподавателей университета и будет в дальнейшем оказывать им необходимую поддержку. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба по мишени, реанимация пострадавшего. Школьники Южно-Сахалинска приняли участие в соревнованиях «Родине служить почетно». Дисциплины, представленные в состязаниях, ребята изучают и в школе на уроках УБЖ. Какие еще навыки продемонстрировали участники, расскажем далее в сюжете. Станция с автоматом Калашникова для участников соревнований самая популярная. Ребята практикуются в этом умении на уроках УБЖ и к состязаниям готовятся заранее. В среднее время у участников 23 секунды. Есть и быстрее. Самое сложное – попадать иногда в пазы. Потому что, когда собираешь на скорость, там что-то может не встать неправильно, что-то может закоситься. Приходится заново это все разбирать и по новой начинать процедуру. Многие ребята отшучиваются. Пришли на игру, чтобы прогулять в школу. Мне сказали, что я пропущу один день школы. Это вполне заманчивое предложение на тот момент для меня было. Потому что сегодня у нас контрольная по русскому. Также опрос поиски сознания и первое физра. Это вполне неудобно. Все полезно будет, мне кажется. Знания и истории географии в основном. Данила Макаров первый раз участвует и уже показал неплохие результаты. Хороший слух пригодился на станции Азбука Морзи. Команда отгадала все. Сначала прослушивали шифр, затем выписывали слова. Следующая станция – реанимация пострадавшего. Всего семь площадок. А еще дети стреляли из винтовки по мишени, на скорость надевали противогаз и защитный костюм. Каждая школа к состязаниям относится очень серьезно. В такой игровой форме, командной, вне рамок школы, вне рамок дома, в абсолютно иной обстановке. Информация вспоминается, конечно, с большим интересом и усваивается более хорошо. Здесь накладывается еще и такая эмоциональная нагрузка, когда у вас ограниченное время, вы командой в каком-то интересном месте. А за партой, в школе информация вспоминается, конечно, немножко иначе. Для некоторых школьников такие соревнования – хорошая профориентация и отличное подспорье в будущей военной карьере. Мы проводим никакую агитацию в военно-учебные заведения. То есть они принимают у нас и другие силовые структуры, принимают постоянную агитацию. И по результатам очень многие изъявляют, точнее, желание проходить дальнейшую военную или службу. Всего в соревнованиях «Родине служить почетно» в этом году собрали семь боевых дружин в командам. Зачет одержала победу гимназия номер два Южно-Сахалинска. Вера Рудакова, Мария Кондиус, Дмитрий Клировский, Телекомпания УТВ. Ведущие энергетические компании присоединяются к региональному проекту по достижению углеродной нейтральности. Сахалинская область стремится к 2025 году достичь значительного сокращения выбросов парниковых газов. Для этого уже сейчас действуют субсидии для перевода авто и котельных на газ. План улучшения экологической обстановки на островах обсудили губернатор Валерий Лемаренко и министр экономического развития России Максим Решетников. Совместно с представителями и добывающих организаций участники поделились опытом в сфере зеленой энергетики. Регион, ставя перед собой задачу и беря на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности, получает особую систему регулирования, связанную с квотированием выбросов, связанную уже с системой торговли квот, связанной с системой стимулирования, в том числе и штрафов. Мы рассчитываем, что в рамках эксперимента мы выработаем методологию по квотированию, но самое главное, мы сможем верифицировать систему учета контроля и распределения этих квот в будущем. Валерий Лемаренко предложил выдавать субсидированные займы бизнесу для реализации экологических проектов. По мнению губернатора, помогать нужно только тем компаниям, которые ведут углеродный учет и гарантируют снижение выбросов газов в атмосферу. Страйкболисты, средневековые рыцари, танцоры и другие участники различных движений собрались на одной площадке в селе Дальнем. Там прошел фестиваль малым территориям «Большое здоровое будущее». Представители НКО рассказали жителям села о своей деятельности и показали, что жить активно и развивать свою некоммерческую организацию можно и на окраине, не обязательно в центре. Подробности далее. Европейский средневековый доспех 14 века. К собственному весу прибавляют еще 30 килограммов. Рыцарский бой на территории школы в Дальнем продемонстрировали участники клуба фехтования «Скиф». Очень холодно, прохладненько. Не хватает еще плюс 20 градусов, чтобы показать, как было раньше. То есть, как раньше бились, как, например, брали замки или что-нибудь такое. И мы понимаем, что, возможно, чуть-чуть прервали все. И не так все было. Потому что в этом, даже сейчас, даже с облегченными материалами, достаточно тяжело ходить. И, в принципе, воевать. Рядом расположилась площадка стройкболистов. Здесь сошлись разные эпохи. У моего может в 200 метров и в глаз попасть. А он пока добежит. Ну, смотри. Без нас не было бы тебя. Вот главное наше преимущество. Потому что вот это вот похоже сейчас на современную каску. Стройкбольное оружие привлекает в основном мальчишек, причем разных возрастов. А почему тебе нравится стройкбол? Ну, там немного, хоть там, это, пострелять можно. И там все такое. Но мне интересно. У меня дома пистолет есть. Есть занятия на любой вкус. Велоспорт, площадки для детей, декоративно-прикладное искусство, песни и танцы. Со всем этим разнообразием можно было не просто познакомиться, но и глубоко почувствовать на себе. У палатки с массажем очередь. Ощущения классные. Массаж легкий, расслабляющий. Располагает на добрую атмосферу, которая царит в этом пространстве. На одной площадке разные некоммерческие организации собрались уже в четвертый раз. Проект «Малым территориям большое здоровое будущее» уже проходил и в других селах. Были березняки, быков, сторона и дальние. Ну, людям, на самом деле, не у всех есть возможность выбраться в областной центр, посмотреть, что происходит, увидеть, какие активности есть. Это помогает, по крайней мере, людям развиваться, повышать общий уровень здоровья, культуры. Собрать общественников – идея центра социальной адаптации и реабилитации жизни. Главная задача проекта – это объединить усилия. Это, прежде всего, найти инициативных жителей села. Личным примером нам, как некоммерческим организациям, показать, что это действительно возможно, что в селе можно развиваться, что в селе можно жить и заниматься, в принципе, такой общественной деятельностью. В следующем году проект планирует продолжить. Помимо футбольного матча проведут дополнительные спортивные состязания. Также добавят еще ряд сел – Дачная, Ясноморская и Правда. Олеся Львова, Мария Кондиус, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. В преддверии осенне-зимнего периода одна из главных задач системы здравоохранения – профилактика заболеваний. Причем речь идет не только о сезонных болезнях, но и обострении хронических. Диспансеризация населения – самый эффективный метод защиты. Подробнее об этом нам рассказал исполняющий обязанности главного врача 4-й поликлиники Южно-Сахалинска Алексей Ефимов. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость в студии». Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Здравствуйте. Сегодня говорим с вами о диспансеризации. Давайте напомним нашим телезрителям, что это такое. Диспансеризация – это целый комплекс мероприятий, направленных на раннее выявление заболеваний и сохранение здоровья. Цели у диспансеризации две. Первое – это обследование пациента и выявление факторов настороженности. И второе – это развитие у наших пациентов культуры, заботы о своем здоровье. Кто в этом году должен пройти диспансеризацию? В этом году диспансеризацию должны пройти лица, достигшие 18 лет и до 39, в том случае, если их возраст делится на 3, а также лица 40 лет и старше. Если мой возраст не делится на 3, но я очень хочу пройти диспансеризацию, где и как я могу это сделать? В этом случае мы вам можем предложить пройти профилактический медицинский осмотр, который включает в себя практически все те же самые позиции. Также вам будет обеспечено профилактическое консультирование, поэтому никаких нет препятствий для того, чтобы заботиться о своем здоровье. Какие обследования включает в себя диспансеризация? Диспансеризация, прежде всего, включает в себя анкетирование с выявлением тех факторов настороженности, которые есть у пациента, опрос пациента и, соответственно, обследование. Это как физикальное обследование, измерение показателей роста, веса, определение индекса массы тела. Также и измерение внутриглазного давления, снятие электрокардиограммы, определение уровня холестерина, глюкозы крови, биохимические показатели, общий анализ крови, мочи. У женщин гинекологическое обследование, рентгенологические методы обследования, а также ультразвуковая диагностика. Насколько я знаю, диспансеризация помогла в выявлении онкозаболеваний. Действительно ли это так? Да, действительно это так. Ежегодно порядка 10-15 случаев выявления онкологических заболеваний на 1-2 стадии мы проводим именно благодаря диспансеризации. Почему мы и призываем население активнее ходить на профилактические мероприятия. В то же время мы ретроспективно анализируем, что в том случае, если у пациента выявлена, к сожалению, запущенная форма онкологического заболевания, то мы видим, что данный пациент не посещал поликлинику с целью профилактической и не обращался 2-3 года. И нас, к сожалению, это очень сильно настораживает, поэтому мы призываем наше население активнее участвовать в профилактических мероприятиях. Какие еще заболевания помогают выявить диспансеризация? Диспансеризация помогает выявить широкий круг заболеваний, начиная от банально проблем с весом, как недостаточный вес, так и избыточный вес, так же и ранние признаки возможного развития у пациентов диабета, заболеваний сердца, гипертонической болезни, заболеваний почек, печени. То есть в данном случае, чем раньше мы выявим, тем быстрее мы сможем принять меры и, возможно, даже избавить пациента от развития этого заболевания. У вас в поликлинике скоро появится дополнительный корпус. Что там будет? Дополнительный корпус, да, мы очень ждем. В дополнительном корпусе у нас появится новая обновленная клиника диагностической лаборатории, у нас появится новое современное компьютерное рентгенно-диагностическое отделение. Там у нас будет компьютерный томограф, рентген-денситометр, что очень важно при обследовании наших лиц старшего возраста. У нас там появятся новые стоматологические кабинеты, появятся новые кабинеты врачей-специалистов, что позволит нам вывести нашу диагностическую базу на новый уровень. И там мы планируем еще более расширить нашу программу углубленных медицинских осмотров для старшего поколения. Также, возможно, к тому моменту мы начнем проводить такие осмотры для более молодого населения. Все зависит от того, как у нас это получится и как люди активно пойдут. Поэтому мы активно призываем позаботиться о своем здоровье, приходите к нам, мы вам поможем. Помимо того, что у нас откроется новый корпус, мы не стоим на месте, мы и сейчас развиваемся. У нас в том году был открыт кабинет эндоскопической диагностики, мы начали проводить колоноскопические исследования для наших пациентов. В этом году нам удалось расширить наш парк хоттеровских мониторов для исследования суточного ЭКГ. И если у нас было три аппарата, то сейчас у нас их девять. Соответственно, мы в три раза увеличили нашу возможность и в три раза сократили ожидания пациентов для прохождения таких исследований. Алексей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как записаться на диспансеризацию, как на нее попасть? На диспансеризацию и профилактические осмотры можно попасть следующими способами. Как лично обратиться к лечащему врачу, также обратиться к администратору в самой поликлинике по месту жительства, позвонив в колл-центр поликлиники по месту жительства, либо обратившись к операторам колл-центра 1-300. Алексей Сергеевич, спасибо большое, что стали гостем нашей студии. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Добрые сердца в детсаду Светлячок провели благотворительную ярмарку. Музыка как образ жизни сахалинский джазмен Владимир Кендинов отметил 70-летний юбилей. В переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности. Уступите дорогу скорой помощи. При травме, инсульте или другом остром состоянии важно оказать помощь в первые 20 минут. Помните об этом. Благотворительная ярмарка прошла в детском саду Светлячок в Южно-Сахалинске. Родители и воспитатели объединились, чтобы помочь Центру экстренной медицинской помощи животным «Доброе сердце». Только в этом году через него прошли две сотни брошенных питомцев. В торговле на улице шла бойко, несмотря на то, что временами лил дождь. Игорь Антипов расскажет подробнее. Любимый свеклу, морковку и капусту тоже есть, потому что витамины по овощам в руках. Так к фольклору и бережному отношению к окружающему миру воспитатели приобщают своих подопечных. В прошлом году детсадовцы помогли приюту «Пес и кот». Теперь на очереди другие нуждающиеся. Центр экстренной медицинской помощи животным «Доброе сердце». Все средства, которые сегодня будут получены, будут направлены представителю этого центра для того, чтобы купить лекарства, корм для животных. А еще в центр требуются волонтеры. Нужны крупы и консервы, ветошь и пеленки. Только за этот год здесь вторую жизнь подарили почти двум сотням хвостиков. Но это не приют. В нем не принимают здоровых кошек и собак, не оказывают услуги по отлову, стерилизации и передержке. «Передержку принимаем мы только травмированных собак и кошек. В связи с тем, что число собак в три раза больше, чем рассчитан в центр, все здоровые особи упускаются в свое естественное средообитание. В первую очередь это несоциализированные животные и проявляющие агрессию, за исключением собак-инвалидов и веса меньше 12 килограмм». Тем временем ярмарка набирает обороты. Торговые ряды ломятся от изобилия. «Очень важно для всего детского сада, я думаю. Ну и плюс благотворительность – это очень хорошее дело. Для животных, конечно, это в первую очередь». «У самих дома зверя тоже?» «Да, кошка тоже с улицы приютили, подобрали, можно сказать, маленькую». «Ну-ка, рассказывай, чем торгуете сегодня?» «Перегон печеньями, трубочками, кабачками, мальчиками». Цены ниже рыночных. Ту же литровую банку маринованных огурцов и патиссонов за 100 рублей можно приобрести. А потому здесь все сметают. Даже проливной дождь никого не отпугнул. «Кончики, рогалики, желешки. В общем, там очень много всего. Вкусно все. Пол пакета набрала». «И по цене недорого?» «Нет, очень дешево». Общими усилиями собрано около 30 тысяч рублей. Если и вы хотите внести свою лепту или обзавестись верным другом, вас с радостью ждут в центре «Доброе сердце» в Южно-Скалинске, на улице Транзитной 3. Игорь Антипов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Сахалинская татарская диаспора отметила Сабанту. И традиционный праздник стартовал с национальных скачек. Это состязание прошло в селе Дальнем. Там на поле соревновались участники на лошадях, пони и полупони. Перед самым стартом прошел дождь, поэтому наездники рисковали упасть. На скользкой трассе животные спотыкались. Как прошли соревнования, расскажем в следующем сюжете. В седле только девушки, представительницы прекрасного пола, участвуют в нескольких заездах. Первыми на старт выходят наездницы на скаковых лошадях. Прямо перед началом прошел дождь, что придало сложности состязаниям. Кристина Щетинина и ее туман прошли трассу аккуратно. Чувствуют нормально, повороты, конечно, очень ужасные. Просто там страшно, они очень скользят. Самое страшное было, если кто-то из лошадей упадет и там вот так вот будет. Я притормаживала на поворотах, старалась за ними там прям не гнаться, потому что первая лошадь, девочка, да, упала. Первой пришла Ангелина Степанян и Эйтера. Но уже после финиша девушка упала с лошади. Скользкая трасса дала о себе знать. Мы прошли финиш и немножечко упали. Но ничего, зато как бы проскакали свое. Эйтера у меня любит соревноваться, но у меня скаковая лошадь, она занимается чисто скачками и больше ничем. Еще одна участница состязаний Мария Картавенко. Ее молодой конь-рекорд готовится оправдать свое имя в скачках. Он скакал в том году, как бы показал неплохие результаты. Ну, он молодой конь. А так он вообще очень общительный, дружный, дружелюбный. Заезды прошли также на пони и полупони. Со скачек в этом году стартовал с Абамтуй, поэтому поддержать участников заездов приехали из далекого от Сахалина Татарстана. Татарстан уже на протяжении 15 лет поддерживает татар, проживающих на территории острова Сахалин. И организация Сахалинской области всегда рада и с большим гостеприимством применимает делегацию Татарстана здесь. Скачки – это традиционная часть с Абамтуя. Праздник имеет тысячелетнюю историю и входит в реестр нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Я считаю, что вот этот праздник, многонациональный, такой культурно-спортивный праздник, он должен из поколения к поколению перейти. Это очень здорово, если мы сможем, даже вот наше поколение сможет передавать будущему поколению. На скачках обошлось без травм. Победителям соревнований вручили памятные призы и кубки. Праздничные мероприятия в рамках Сабамтуя прошли и в городском парке. Данил Поршуков, Мария Кондиус, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. 74-й филармонический сезон на Сахалине открыли концертом, посвященным 70-летию композитора и музыканта, руководителя группы «Джаз Тайм», заслуженного работника культуры Сахалинской области Владимира Кендинова. Концерт разделили на две части. Анастасия Маслова побывала на мероприятии. Как и подобает истинному служителю искусства, мэтр Сахалинского джаза отметил свой юбилей на сцене. За два десятилетия творческой работы эта сценическая площадка стала для него родной. Путь на большую сцену Владимир Кендинов начал в 6 лет, когда впервые сел за клавиши старого немецкого пианино, купленного отцом. Продолжив дело родителей музыкантов, он прошел долгий путь и нашел музыку всей своей жизни – джаз. В первом отделении зрителей ждет джазовая музыка. То есть, ну, все избранное то, что нам больше всего нравится. Честно говоря, что мне больше всего нравится. Ну, а вторая часть – это будут коллективы, которые вместе с нами работают. Вместе с артистами своего коллектива Владимир Кендинов сыграл шедевры классического джаза. На радость публике прозвучали различные произведения. Поздравить юбиляра пришли несколько десятков любителей джаза. Гости на мероприятии с большим уважением и любовью отзываются о творчестве Владимира Кендинова. Цепляет абсолютно все. Артисты в его команде, очень творческие, талантливые люди, певицы, репертуар. Все всегда очень здорово. Джаз – это вот такой специфический продукт, да, вот нужно прямо до него дорасти. Наконец-то я здесь, наконец-то я уже действительно понимаю красоту музыки. И для меня большая честь сегодня присутствовать на таком значении мероприятии, как юбилей, конечно, нашего главного, я не побоюсь этого слова, главного мэтра. Я постоянно хожу в театр, на концерты, и это очень интересно. Притом у человека такая дата. Мне вот 75, а ему 70. Конечно, хочется пожелать ему здоровья и успехов, чтобы ходили, и его концерты продолжались. Артисты «Джаз Тайм» уже подготовились к новому сезону. В команде появились новые вокалисты, песни, инструментальные произведения и многое другое. Коллектив сделал все, чтобы в наступившем сезоне радовать зрителей. Анастасия Маслова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы также можете посмотреть на нашем YouTube-канале, а также на сайте информационного агентства «Сахалин Курилы» и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Уступите дорогу скорой помощи. При травме, инсульте или другом остром состоянии важно оказать помощь в первые 20 минут. Помните об этом. Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы. Не обогревайте помещение газовой плитой. Не занимайтесь самостоятельным монтажом и ремонтом газовых приборов. Не забывайте проветривать комнату во время использования газовых приборов. Своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования. В случае обнаружения утечки газа необходимо немедленно связаться со специалистами. Единый номер вызова экстренных служб 112. Продолжение следует... Уступите дорогу скорой помощи. При травме, инсульте или другом остром состоянии важно оказать помощь в первые 20 минут. Помните об этом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...